19 августа жителей и гостей города Чапай зовет на чай. Так называется исторический проект, организованный музеем нашего знаменитого земляка. При поддержке администрации Чебоксар и национальной телерадиокомпании Чувашии. Вернуться на сто лет назад и узнать больше о знаменитом земляке сможет любой желающий. Для этого нужно прийти в сквер Чапаева в 13 часов. Участники площадки ненадолго станут современниками легендарного Чапая и откроют для себя новые стороны его личности. За чашечкой Иван-чая со сладостями сделать это будет особенно приятно. Национальная телерадиокомпания Чувашии уже не первый год помогает гостям дня города погрузиться в атмосферу того времени. Она становится уже традиционной, второй год она будет проводиться. Как всегда, чаепитие в программе. На нашей площадке будут шашки, будут яблоки, которые можно будет попробовать, потому что яблочный спас. Будет много всего интересного, будет в чем поучаствовать, где выиграть призы. Возможно, слепить себе в старинных традициях из глины какой-нибудь горшок или какую-нибудь вазочку. Это тоже будет возможность обязательно для всех. Поэтому приходите, будет хорошо. Самое главное, мы погрузимся в атмосферу на 100 лет назад, когда Чапаев сам, значит, все будут в бурках. Активные участники не останутся без подарков. Событие завершит большой каравод вокруг памятника. Флэш-моб «Обними Чапая». И это лишь 20-я часть всей праздничной программы Дня города Чебоксары. 19 августа ожидается чемпионат парусников, шоу барабанщиков, всероссийские соревнования по акватлону, флэш-моб «Рожеволосых». 20-го нас всех ждут на Красной площади с самого утра и до позднего вечера. Увидеть самые яркие моменты праздника можно будет на национальном телевидении Чувашии в прямой трансляции. Напомним, что трансляция начнется в 17 часов. Наша телерадиокомпания приглашает горожан и гостей столицы на площадку перед национальной библиотекой. 20 августа в 16.00 на Творческом бульваре вас ждут съемки клипа о любимом городе. Фотосессия, игры, викторины, розыгрыш призов. Кроме того, вы сможете проверить свой словарный запас и попробовать себя в роли журналистом на телеоператора. Продолжение следует...